Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна, для тех, кто смотрит первые. И сегодня у нас с вами будет обзор макияжа из дешевого салона красоты. Действительно получился трэш-макияж. Сейчас я нахожусь на станции метро Дорогожичи. Решила в этот раз поближе что-то к дому найти. И иду в дешевый салон. Мне озвучили стоимость макияжа 300-350 гривен. Но я сегодня зашла на сайт перед тем, как к ним ехать. И стоимость макияжа у них до 500 гривен. Но я спрашивала именно вечерний сколько стоит. На какую стоимость я могу рассчитывать. Поэтому сейчас уже время подходит. Я салон не вижу, где он находится. Я без понятия. И сейчас будем его вместе с вами искать. Буду показывать макияж в золотисто-розовых оттенках. Надеюсь, мне его исполнят. Блин, сейчас будем искать. Реально, блин, ни вывески, ни хрена нет. Я его не могу найти. Кажется, соседний дом, это и есть этот салон. Сейчас, короче, буду заходить и смотреть, что там и как там. Добрый день. Здравствуйте. На макияж. Здравствуйте. Здравствуйте. А еще подскажите сразу по стоимости. Мне по телефону сказали 300-350. Ну, 400 вот так вот, где-то около, по максимуму. Либо такой вот, либо что-то такое, в розово-золотистых оттенках. А там вы уже сами посмотрите. Голубые голые. Ну, такие, да. Серо-голубые голые, да. А, вы, наверное, помогите мне. Давайте. Себе. Голосы. Не зацепила. Ага. Все. Чуть-чуть, да, подкрешиваем? Да, вообще у меня так этого макияжа нету, но, боже мой, брови, если не нарисую, то я не могу. Почему? Нет, нет. Вообще или что? Мало очень. Это нарисовано. Ну, я вижу, да. Я их тогда удаляю. Конечно, конечно, делайте, как вам надо. Это я просто нарисовала, чтобы доехать нормально. Хорошо, Анечка, прям так. А, да, это помадка. Она. Как-то, ну, лучше держится, потому что тенями нереально. Я вам крашу. Это вы и сами крашите? Я не знаю, и абсолютно я кажу. Ну, то есть, вообще. Мне для Инстаграма макияж нужен, у меня автосессия будет скоро, поэтому я решила. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Даже в предыдущем салоне мне там обрисовали отдельно какой-то карандашом контурным, потом сверху уже помадой. Здесь же просто это был блеск и губам накрасить блеском это не очень сложно. У меня больше всего вопросов к бровям, потому что брови это, мне кажется, самое главное. И макияж, которым я пришла вообще, да, изначально, ну на мой взгляд, он, точнее просто брови, то, как я прокрасила, это выглядит намного лучше, намного эстетичнее, да. И, естественно, блондинкам нужны талпового цвета брови. Зачем? Я просто не понимаю, зачем абсолютно все мастера, вот, почему все рисуют, блин, какие-то темные брови? Блин, ну я же не брюнетка в конце концов. Ну для меня это очень-очень странно. Ну что я вам могу сказать по поводу макияжа, знаете, он имеет какую-то странную силу, потому что сегодня уже с тех пор, как я вышла с салона, со мной уже два человека пытались познакомиться. Правда, один из них был какой-то гопарь. В общем, не знаю, может быть, я действительно чего-то не понимаю, и эти черные брови, они, в общем, как-то сигнализируют о том, что я своя. В общем, это ужас, и, ну, я не знаю, как можно в 2019 году делать такие брови. Итак, девочки-мальчики, я дома, и давайте рассматривать свой макияж и делиться впечатлениями. Первое, конечно, что бросается в глаза, это просто безумно-безумно темнющие брови. Я не знаю вообще, конечно, зачем мне, блондинке, настолько ужасные, тонкие, темные брови из 90-х. Это просто какой-то ужас. Посмотрите, на одной брови она, почему-то я сделала немножечко выше, как по мне, и из-за этого, и из-за этого, видите, вот даже те волосинки немногочисленные, которые есть у меня, они в этой брови, да, они просто выглядывают, и она мне вообще предложила их пересчипать, высчипать, вот. Но у меня брови они абсолютно ровные, но здесь, видите, она как-то ей удалось закрасить так, что непосредственно полностью всё закрашено. Конечно же, брови, это, ну, это просто полная жесть, это просто реально татуаж из 90-х, когда блондинки делали темнющие татуажи, ну, вот посмотрите, ну, это ужас просто. Вы знаете, если вы хотите создать эффект татуажа на вашем лице, вот примерно так это всё выглядит. В целом, я не знаю, зачем мне рисовать вот такие вот изогнутые брови, потому что я пришла с абсолютно прямыми, такими более современными бровями, и она мне их стирала, мои брови, то есть, соответственно, она видела, как они выглядят, да. И я это связываю с тем, что большинство визажистов, они просто не могут и не умеют рисовать модные вот эти вот инстаграм-брови. Могу также отметить то, что у неё с ума были такие брови, вот именно таким оттенком прокрашены, но она была брюнеткой, это, ну, более-менее смотрелось. Следующий нюанс, про который я хотела бы проговорить, это, в принципе, глаза. Вся косметика, на которой работала визажист, это была косметика Inglot, и в целом она неплохая, то есть, по качеству, вот, прошло уже около трёх часов после макияжа, и в целом он, как бы, ну, не скатался, вот. Ну, выглядит достаточно неплохо, но, конечно же, это не то, абсолютно не то, что я просила, это абсолютно не то, что было на картинке. Посмотрите, насколько чёткие графичные брови она мне сделала, но вот реально у меня такое впечатление, это вот просто татуаж выпускной 2007 год. Просто ужас какой-то, и абсолютно никакой тушёвки, и, на мой взгляд, вот они очень близко к носу брови сами непосредственно начинаются. Следующий момент, что косметика была профессиональная, то есть, она была более-менее новой, палетки и различные румяна, да, но был такой минус, что кисти при мне никто не простерилизовал, вот, она их доставала от своего чемоданчика, я не знаю, была ли стерилизация до этого, либо её вообще не было, вот, но я это уже на монтаже потом увидела, что блеск она мне набирала просто той же палочкой, что она, как бы, в блеске, да, стоит, то и палочкой она набирала и красила меня. И все мои мысли теперь заражусь ли я герпесом, либо какой-то другой такой фигнё. Следующий такой нюанс, при том, когда я звонила в салон, мне сказали 300-350 гривен максимум, когда я пришла и спросила про стоимость, стоимость уже выросла до 400 гривен, и в целом мне абсолютно непонятно, почему стоимость так выросла, но в целом это не проблема, естественно, я заплатила. Она меня ещё в конце сфотографировала уже на улице, ну, попросила, конечно же, разрешение, вот, то есть человек выложит, короче, эту работу куда-то в Инстаграм, но, честно, здесь более-менее нормальные это вот глаза, то есть я могу сказать, что это, ну, такая сильная сторона, вот, потому что контуринг, на мой взгляд, он вообще куда-то, в общем, уплыл, и смотрится это всё просто каким-то, знаете, бесформенным, разноцветным пятном, то есть это абсолютно, ну, на мой взгляд, это некрасиво, это не модно, и к тому же, ну, это не модно, более-менее у неё вот с хайлайтером под бровью, мне нравится, да, ну, если бы не сама бровь, и более-менее вот хайлайтер на скулах, ну, мне кажется, хайлайтером сложно достаточно кого-то испортить, то есть, в принципе, хайлайтер я люблю, и мне он нравится, вот, меня очень сильно порадовало то, что это была косметика Inglot, которую я знаю, да, это профессиональная косметика, на ней работают визажисты, но, опять же, как в случае с первым салоном, когда я увидела брови, я поняла, просто трэш какой-то, то есть мне брови такие же практически нарисовали, как вот в первом салоне, то есть вот просто какие-то дуги, ну, а-ля типа татуажные брови, ну, ребят, вот вы представляете, неужели кто-то такое вообще хочет, может, и кто-то такую типа фигню делает себе, ну, это ужас какой-то, мне очень сильно не понравилось, и да, вот, можно было бы простить вот этот контуринг, да, можно было бы простить все, ну, кроме бровей, но вот посмотрите, я блондинка, да, вот как мне с такими бровями татуажными ходить, это ужас, короче, какой-то, в целом макияж более-менее держится, то есть, видимо, хорошая косметика, она дает о себе знать, ну, и, конечно же, с ожиданием реальностью это просто полностью не совпадает, и, видимо, у нее не было таких теней, да, каких-то розоватых, розоватых-золотистых, и вот как бы то, что она мне изобразила, это было в золотистых оттенках, в принципе, я согласилась, когда он меня спрашивал, нравится ли мне золотистый, я сказала, да, мне, в принципе, действительно очень нравится золотистый оттенок, но это совершенно не то, что я, конечно же, просила, и, ну, больше всего у меня вот это вот трэш расстраивает, но неужели нельзя было нарисовать просто одинаковые брови, ну, вот скажите мне, пожалуйста, либо они одинаково выгнутые, либо я не знаю, как, в какой школе визажа учат так рисовать брови, 2019 год на улице, и брови такого порядка, ну, мне кажется, уже не должны просто быть, в принципе. Напишите, пожалуйста, как вам этот макияж, что вы вообще можете сказать про работу визажиста, вам стоит ли мне еще снимать такие видео, нравится ли вам видео в таком формате со мной, всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok